Машина сбивает человека фронтально Машина сбивает человека Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 А кто бы ему? А я его крестная. Я поеду с ним. Ладно, садитесь. Садитесь в машину. Садитесь. Доктор, распишитесь. Давай. Поехали. КРИКИ Нет. Вы слышали? Шум какой-то. Шум. Надо пойти посмотреть. Нет, Анна Петровна. Да что ж такое-то? Сначала вы повесите картину, которую я специально приобрел для вас. Для меня? Да. В качестве декора для внутренних помещений и ввеянного вам общежития, находящегося на балансе Министерства путей сообщения Российской Федерации. Петр Михайлович, ну поймите меня, не умею я прибивать эти картины. Я думаю, что кто-нибудь из тех ребят, Анна Петровна, что шумят под окнами общежития, вполне могли бы взять молоток, гвоздь и, наконец, украсить кабинет коменданта. А то горлопанить в такое время суток. Они горазды. По делам заняться, их не привлекай. У них, видите ли, рабочее время закончилось. Личное время началось. У меня тоже началось личное время. Анна Петровна, у нас беда. Наташу Бондарчук сбила машина. Что? А... Рита! Рита, тихо! Боже мой! Вот, вот так, вот, вот так! Она еще здесь! Тихо, 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 тихо! Ну что? Вот! Сейчас дядя доктор тебя еще послушает! Утят! Так вот так вот! Тихо, тихо, тихо! А, молодец! Смотри, как хватает, а! Да, все! Ну вот и хорошо, видишь? Все у тебя замечательно! А то тут расстроили сразу! Ишь ты! Молодец! Во! Сейчас он заснет, вообще будет все хорошо! Фух! Я только услышала все! Я сразу сюда! Расскажи мне, пожалуйста! Ты все видела? Как это произошло? Кто был за рулем? Да не видела я ничего, никого не видела! Все так быстро случилось! Анна Петровна, только бы все обошлось! Да? Все будет хорошо! Только бы все обошлось! Доктор, как она? У Наташи сотрясение головного мозга и множественные переломы левой руки! Сейчас мы будем ее оперировать! Кошмар! А, Андрей, он как малыш? Он не пострадал? Это чудо, что ребенок не пострадал, да! Простите, мне нужно готовиться к операции! Передайте ребенка! До свидания! Спасибо! Спасибо, доктор! С малышом все в порядке! Он просто очень напуган! Спасибо! А что я должна делать? Значит, напоите ребеночка чаем с Мелиссой и искупайте перед сном! В ванночку добавите, успокоительный сбор! Валериану, душицу, чабрец, пустырник! Ну, что найдете! Спасибо! А если он будет звать маму? Говорите, что мама скоро повернется! Все, держитесь! Ну, пошли! Спасибо! Дима! Дима! Девочка! Дима! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Максим Леонидович, у нас все готово, вас ждем! Хорошо! Везите пациентку в операционную! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что ты на меня смотришь? Разобрать! Уборщица! Я же тебя убила! Ты мертва! Я убила тебя! Нет, не подходи ко мне! Не подходи ко мне! Нет! 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 Ирина Витальевна Витальевна Витальевна! У нас уже все готово! И кухня! И кухня! Нет! 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 Откажите! За стол с такими салфетками кто-нибудь сядет заменить! Меню принесли? Вы его обновили? А где ж Ницель по-венски? Вы вообще вот это считаете? Ирина Витальевна, вот шницель. Обновить. Ирина Витальевна, с вами все в порядке? Да со мной все нормально. Иди работай. И дверь за собой закрой. Да? Ира, ты? Да, я. Привет, как дела? Что нового, как Дима? Ты знаешь, Дима плохо. Что, он опять пропускать занятия? Он дома? Нет, он поехал в больницу. Наташу сбила машину. Насмерть? Ну, пока она жива, а как дальше будет, мы не знаем. Вы не волнуйтесь. У нее было небольшое кровоизлияние в мозг. В настоящий момент гематома. Если не рассосется, будем оперировать. Пока мы ее наблюдаем. Как оперировать? Ворошов, Ворошов, может, вам успокоительно? Мне не надо, мне не надо успокоительно. Я с ней посижу здесь, хорошо, ладно? Не нужно. Наташа. От вас все равно никакой пользы. Я что, не могу сиделку заменить? Вы сейчас волнуетесь и можете упустить что-нибудь важное. А сиделка у нас так отличная. Я никуда не уйду. Я что? Где? Что, в больнице? Я что, за мной? Как вы себя чувствуете? Скажите, где мой сын? Скажите. Успокойтесь, с ним все в порядке. Он не пострадал. Я вас прошу, Максим Ильич, пожалуйста, не отдавать. Не отдавать ему, Андрея, пожалуйста, они его забыли. Уйдите немедленно. Вы видите, вы ее расстраиваете. Я останусь здесь. На каком основании? На том основании, что она мать моего ребенка. Дмитрий, немедленно покиньте палату. Я сказал, что никуда не уйду. Лучше по-хорошему покиньте палату. А не то что? А не то я сам тебя отсюда вышвырну. Да вы что? Вы что, вы с ума сошли? Вы что, с ума сошли? Пациентка в таком состоянии. Немедленно. Алла Николаевна, позвольте. Что такое? Присядьте. Алла Николаевна, я вас очень прошу, сделайте мне их. Азокеридовые прогревания. Я уверена, что вам никакие прогревания не нужны, с чего вы взяли. Послушайте, Алла Николаевна, я в журнале «Здоровье» прочел, что это очень полезно при растяжении связок. А у вас что, растянуты связки? Да. Где именно? Да, Борис, ну что вы в конце концов сами себе все время ставите диагнозы? Алла Николаевна, понимаете, мы в соседнем корпусе приваривали трубы. Трубу. Вот такую вот в диаметре. И когда я ее поднял, понимаете, я вот растянул. Что? Алла Николаевна, по ощущениям, все. Борис, вам тогда нужно на больничный недельки на две и дом лежать, на работу не ходить. Алла Николаевна, я не могу не выходить на работу. А если тут без меня все прорвет, кто это будет чинить? И потом, в конце концов, в журнале «Здоровье» написано, что это уж не так уж сильно, вот это вот растяжение, вредно для здорового человека. Прекратите! Прекратите немедленно! Все, 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 все! Все, 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 все! Все, 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 все! Да что у вас здесь происходит? Нина Петровна, вы начальник охраны, запомните этого человека, больше не пускайте никогда в больницу. Так он же к нам на практику приходит. В травматологию никогда не пускайте. Так, пройдемся, молодой человек. Давайте, давайте. На ваше счастье, милицию мы не вызывали, обошлись своими силами, но если в следующий раз вы мне такое устроите, я вам тогда устрою. Максим, ну зачем? Дима! Дима! Дима, успокойся! Успокойся! Ну, мошел ты! Ты не понимаешь! Никто не понимает! Она умирает там, одна лежит! Мать моего ребенка там умирает сейчас! Успокойся! Успокойся! Все, успокойся! Я хочу рядом с ней быть, понимаешь? И днем и ночью хочу сидеть, а меня не пускают! Неправильно, что не пускай, тебе нечего там делать. У нас профессиональная команда, ее спасут. Я как представлю, что она там одна. Дима, она не одна, с ней не Чаев. Да я должен быть с ней рядом, а не Нечаев! Нечаев – профессиональный хирург. Хирург от Бога. Он ей поможет. Езжай домой. Езжай. Своими нервами ты ей не поможешь. Давай. Другие свидетели все равно ничего не видели. А она, может, чего и вспомнит. Здравия желаю. Коллеги, участковый Морозов. Здорово, лейтенант. Ну что, нашли что-нибудь? А кто вам сказал, что мы здесь что-то ищем? Ну как же, я же участковый. И как участковый, я должен знать, что происходит у меня на участке. Тем более, если это ДТП. Это хорошо, что вы знаете. Ну так вот. Значит, сообщаюсь. Был совершен, скорее всего, намеренный наезд на женщину с ребенком. Преступник с места происшествия скрылся. Но об этом мне еще вчера сообщили. Кто сообщил? Хм, какая разница? Я же участковый. У меня есть свои люди вот в этом общежитии. Так что я считаю, что виновного нужно найти и наказать. Вы сейчас куда? Допрашивать свидетельницу. Маргариту Полторак. Ага, так пойдемте, я вас провожу. Да, Живанка, Наташа будем ходить. Валдин, в больничку к маме. Анна Петровна, а может быть, не лучше отпуск взять? Я тоже об этом думала. Я, наверное, так выступлю. А ты делай, как тебе удобнее. Ага. И Виктория к нам подключится. Натусечка одна не останется. Да? О, Петр Ильич, здрасте. Здравствуйте. Петр Ильич, привет. Здравствуйте. Здрасте. Вот сотрудники госавтоинспекции. У них к вам разговор. Рассказывайте все по порядку. Да, единственное, что я заметила, что машина была женская. И красная. То ли водитель был пьян, то ли тормоза отказали. Бывает. Ну, знаете, я все-таки не стал бы исключать версию намеренного наезда. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Дима. Я люблю тебя. Дима. Всего доброго. До свидания. До свидания. Что я еще вспомню-то? Ничего они не будут искать. Никакую машину. Господи, Боже мой. Да как ты не понимаешь, Петр Ильич, они просто пришли, чтобы соблюсти все процессуальные вот эти вот обязательства свои. Понимаешь? Вот найти этого водителя лучше не пошевелиться. Теперь этот преступник останется безнаказанным. Анна Петровна, я вам обещаю, я сделаю все, что от меня зависит. Я этого просто так не оставлю. Молодец. Субтитры сделал DimaTorzok Максим Леонидович. Томография готова. Мария Кузьминична немедленно, прямо сейчас в палату аппарат искусственной вентиляции легких и эуфелин. У нее начинается отек мозга, тахихардия. Захватите лед. Да. Ну, царапины почти не видно. Все, спасибо. Держите. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Я зайду? Ни Ларисы, ни Дмитрия нет дома. Ничего, я подожду. Давление стабилизировалось. Кажется, мы выбираемся из кризиса. Слава Богу. Да. Еще кофе? Нет, спасибо. И это все уберите, пожалуйста. Ты зачем пришла? Дима, я хочу извиниться за свое поведение. И хотел спросить, как Наташа? Дима, ты был прав. Я действительно перешла твои личные границы. Но я не хочу, чтобы ты вычеркивал меня из своей жизни. Но мы же можем остаться друзьями. Я сегодня, когда Наташу увидел в больнице на койке без сознания я испугался очень. Отчего ты испугался? Максим. Максим, давай. Иди домой, отдохни и выспись. Вдруг состояние ухудшится. Если что-то произойдет я позвоню в общежитие и сообщу об этом. У меня сейчас стабильное состояние. Так что давай, тебе нужно отдохнуть. Да я спать-то в общем не хочу. Это я случайно. Это симптом переутомления. Это я тебе как врач говорю. Ладно. Я пойду часок в ординаторской вздремну. Максим Леонидович, вы знаете, кто такой невыспавшийся хирург? Это в первую очередь потенциальный убийца. И не мне тебе об этом говорить. Ну, вы загнули, коллега. И Наташа, и другим пациентам в первую очередь нужен отдохнувший и выспавшийся врач. А не уставший человек, который сейчас стоит передо мной и упирается. Все, ладно, говорил. Сейчас поеду, умоюсь, пару часиков вздремну и верну. Вот. Старичок, давай, давай, давай. Давай. Ладно. Я буду следить за ним внимательнейшим образом. Если что, сразу звоню. Давай. Можно отдыхать. Сразу звоню. Да. Ладно. 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 ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Чего же ты испугался? Потерять ее? Ну а сейчас-то она как, а? В настоящий момент состояние стабильное. Единственная проблема в том, что она до сих пор без сознания, и хотелось бы, чтобы быстрее в него пришла. Хотелось бы положительной динамики. Нет, ну что за напасть? Что за машина вообще? Откуда она взялась? Я не понимаю. Тихо, тихо, тихо. Откуда взялась? Все ищет. Петр Ильич ищет этого негодяя, который сбил женщину и даже не остановился. А мы будем дежурить. Да. Он около Наташи. Да. В этом необходимости нет. Во-первых, всегда я там, а сейчас доктор Степанов, и через пару часов я его сменю. Олег Павлович, срочно зайдите в соседнюю палату, там пациенту плохо. Так. Вы пришлите сюда кого-нибудь. Ее одно оставлять нельзя. Обязательно пришлите. Хорошо? Идемте. Что ты тут делаешь? Я здесь дежурю. А что ты здесь делаешь? Я? Я пришла проведать Наташу. Проведать Наташу? Интересно, зачем? А ты не допускаешь мысли, что я могу просто сочувствовать бедной девушке, попавшей в беду? Потом у нас кое-что общее. Вернее, кое-кто. Ничего общего у вас нет. Здесь посторонним находиться нельзя. Давай, уходи. Что? Уходи. А что это такое? Это моя сестра. Она меня увидела и зашла сюда, не зная, что нельзя здесь находиться. Она уже уходит. Немедленно. Немедленно уходите. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Я тебя провожу до машины. Саш, не надо, я сама. Ты обиделась, что ли? Да ничего я не обиделась. Просто тебе пора на работу. Мне тоже нужно идти. Я все равно тебя провожу. Ты где припарковался? Нигде. Я сегодня на такси. Подожди, а почему ты на такси приехала? Саш, ну, потому что я немного выпила в ресторане. Решила за руль не садиться. Ира, ты себя ведешь странно. У тебя что-то с лицом. Ты приехала на такси. Что-то случилось с машиной? Да ничего не случилось, Саш. Просто машину сдала на станцию техобслуживания. Этот, как его, кардан стучит. Ты чего ты взяла, что это именно кардан? Механики сказали. Так, с карданом разобрались. А с лицом-то что? Ветка задела. Слушай, чего ты меня допрашиваешь? Все, я поехала. Аня, я написала целую главу, посвященную аварии, в которую попала наша героиня. Нет, Аня, это было покушение. Ну и что, что в реальной жизни не так? У меня, между прочим, художественный вымысел. Да. Ты лучше слушай. Мать с младенцем на руках безмятежно вышли из дома. Ничто не предвещало беды, а меж тем беда в виде красной дамской машины уже подстерегала ее за углом. За рулем сидела коварная соперница. Аня, у главной героини обязательно должен быть враг. Да, так положено. Слушай дальше. На город опускался кровавый закат. Макс. Зачем ты пришла? Физиотерапевтические процедуры пациентке еще не показаны. Максим, ты хоть спал сегодня, а? А что? Немного. А ел? Чего ты хочешь? Ну, давай я подежурю. А ты пойди поешь, я тебе завтрак принесла. Приведи себя в порядок наконец. На кого ты похож? Щетина отросла. Посмотри на тебя в зеркало. А мне нравится. Моя щетина. А вдруг твоя Наташа откроет глаза и увидит тебя таким бармалеем? На, поешь. Дорогой, можешь считать наш завтрак деловым. Почему? Потому что я хочу поговорить с тобой о очень важном деле. О нашей свадьбе. Спасибо. Я буду задавать вопросы, а ты просто говори да или нет. Хорошо. Мы с тобой поженимся? Да. Мы поженимся, когда ты закончишь интернатуру? Да. И у нас будет грандиозная свадебная церемония? Да. А потом медовый месяц на каком-нибудь острове в Средиземном море? Нет. Богдан, у нас с тобой может быть только медовая неделя. Я врач. Так что, Ларис, я сама во всем виновата. Неправильно оценила отношения Димы ко мне. И в результате перестаралась. Дима решил взять паузу. Я вроде бы была уже готова стать для него другом, но тут… Но тут случилось несчастье с нашей уборщицей. Да. Жуткая история, конечно. Но она сама разяла. Наверняка по сторонам не смотрела. Дуру, конечно. Но мы же не звери. Никому не пожелаешь оказаться под колесами. Да. Ну и друзьями у нас быть с Димой тоже не получается. Я не понимаю, что он в ней нашел. Что у нее есть такого, чего нет у меня. Яшечка, ты не переживай. Все хорошо будет. Спасибо тебе за кофе. Я пойду. Давай. Пока. Саша, ты вообще для меня ничего не хочешь делать. С тобой никакого праздника, никакой радости. Может быть, ты ограничишься росписью, а потом после ЗАГСа сразу к своим больным… Пациентам. Я поняла. Я поняла. Для тебя твои пациенты важнее, чем я. Раз так, мне здесь не место. Богдана. Богдана. Привет, Саша. Привет, Ларис. А ты один? Как видишь. Богдана ушла, да? Да. Богдана. Богдана – избалованная девчонка. Привыкла жить в роскоши. А ты разве не избалован? Избалован, наверное. Но я как минимум хочу добиться успеха в профессии. А Богдана это понимает? Да Богдана ничего не понимает. Самое главное, что понимать не хочет. Богдана… Богдана хочет сменить роскошь родителей на роскошь мужа. Какая тут русская. Ну, а тебя это устраивает? Я люблю Богдан. А она знает, что мы поженимся, когда я закончу интернатур. Максим! 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 Наташа! Как вы себя чувствуете? Хорошо. Голова не кружится? Осторожно. Ну, замечательно. Господи, Наташенька, ну что ж ты так, а что ж ты нас тут перепугала тут всех? Вон Максим Леонидович вообще домой не уходил, все сидит и сидит, сидит и сидит. Мы же все тут переживаем за тебя. Девчонки все утки помыли с мылом. Проходи. Проходи, проходи. Привет, Леночка. Привет. Это тебе. Спасибо. Ну, ты располагайся. Хорошо, спасибо. Мама, я дома. Представляешь, три часа мне в библиотеке искали эту книгу, о которой ты рассказывала, и так и не нашли. Я даже не знаю, что теперь делать. Ничего не делать. Мы что-нибудь придумаем. Здравствуйте. Здрасте. Пожалуйста, познакомьтесь, это Ольга, моя дочь, а это мой давний друг Семен Кузьмич Ворошилов. Оленька, развлекая гостя, я приготовлю чай. Я требую, чтобы ты пустил меня к моему сыну. Ты никакого права не имеешь. И я как раз имею полное право, я сейчас за него в ответе. Ты что, издеваешься? Ты издеваешься, ты вообще ему никто, ты никто ему, ясно? И пока его мать в больнице должен сидеть, я, я его отец, а сейчас там никого нету. Между прочим, его нянчат всем общежитием. И почему вы тут кричите? Так, а кто здесь шумит? Почему порядок нарушаем? Я требую, чтобы меня пустили к моему сыну, а она не пускает. А где указано, что Андрей Бондарчук – ваш сын? Покажите паспорт, где это написано. В паспорте не указано. В таком случае ничем вам помочь не могу. Могу только 15 суток за хулиганство оформить. Рита! Риточка! Наташа пришла в себя, Максим Леонидович звонил. Здравствуйте, я в больницу. Слушайте, это же… это очень хорошо. Наташа в себя пришла. Возможно, она вспомнит номер машины или кто за рулем был. Петр Ильич, а ты еще про водителя хотел спросить. Точно. Спасибо. Наташа, скажите, а вы, возможно, помните, кто за рулем был? Ну, мужчина или женщина? Нет, я не успела запомнить ни водителя, ни номеров. Так быстро все было, и я не успела. Жаль. Я вас очень прошу, давайте все дальнейшие расспросы отложим на потом. Наташа слаба еще, ей нужно отдыхать. Да, конечно. Наташ, спасибо вам большое. Вы поправляетесь. А если что-то вспомните, то обязательно мне сообщите, хорошо? Хорошо. Всего доброго. До свидания. До свидания, доктор. До свидания. Спасибо, Петр Ильич. Дай мне знать, пожалуйста, могу ли я все-таки тебя навестить? Не выгонишь ли ты меня? Не помешаю ли я тебе? Ну, Чаев мне запретил, но, может, что-то поменялось. Так что вы занесите, пожалуйста, это письмо пациентке в 22-ю палату. Доктор, а почему вы тогда сами не занесете? Я понимаю, дело в том, что мы с ее лечащим врачом не сошлись во мнениях по поводу анамнеза и... Извините. Сломанная рука – это хуже, чем сломанная нога. Почему? Ну, а как я буду делать массаж? А вот и наша мама. Здравствуй, мама. Сыночка, дай мне его, пожалуйста. Мы за тобой. Здравствуйте. Ну, как ты себя чувствуешь? Хорошо. Сынный мой. Так, я пойду схожу за выпиской. Ну, как дела твои? С Богданой помирился? Да. А у тебя что нового? Машину забралась за ремонт? А, нашли еще какую-то поломку. Знаешь, как у вас врачей. Начнешь лечить одно, обследуешься, а потом еще кучу всего разного обнаружат. Нет какой-то дефицитной детали. Сказали ждать. А я вот думаю, может быть, новую машину купить, а? Да шучу. Как там дела у Димы? Спроси его сама об этом каком. Да его все время нет дома. Как там его Наташа? Хорошо. Выписывает. М-м-м. Выздоравливает, значит. А ты знаешь что? Максим в тебя влюблен. Таня, нет. Не может быть. Если бы Максим меня любил, он бы мне об этом сказал. Да? Это правда. Ему просто смелости не хватает, признаться. Выписка готова. А. Мы с Андреем тебя внизу подождем. Пойдем, малыш. До свидания. До свидания. До свидания. Максим Леонидович, вы все слышали? Да. Вы извините ее. Я прекрасно знаю, что вы не любите и не можете меня любить. Я просто не хочу, чтобы вы подумали, что мы сплетничаем. Наташа, почему вы так уверены, что я не могу вас любить? Так. Вытяжка из говяжьих костей. Да. Я такого крема для лица еще никогда не делала. Ну, интересная рецептура и пахнет приятно так. Да-да. Здравствуйте. А мне сказали, что здесь я могу найти массажистку Наталью Бондарчук. На моих людей около 20 лет. Я думаю, что я могу найти массажистку, казахстан, Я хочу. Я хочу. Я думаю, что я хочу. Мне сказали, что я могу найти массажистку, я хочу. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Зачем. Я хочу. Э, я хочу. Субтитры создавал DimaTorzok